Итак, уважаемые читатели, рад всех приветствовать в Москве на нашей встрече. Сегодня 10 июня 23-го года. Встреча посвящена памяти Николая Викторовича Левашова, русского ученого, общественного деятеля, величайшего человека, поэта, художника, целителя. Так получилось, что я, моя жена Светлана, небольшой круг единомышленников, были знакомы в свое время, были в Москве, в секретариате, дела, движения. Мы были современниками Николая Викторовича Левашова, его соратниками, движенцами. И поэтому мы считаем важным, чтобы люди сегодняшнее время проходят, 11 лет, как его нету, живы, ну, нету с нами. Память, чтобы о Николая Викторовича Левашова, его жене Светлане, существовало. Книги распространялись. Его уникальные знания, как он говорил, алфавит и грамматика новых знаний, укреплялась в нашем социальном организме, в социуме, в сознании людей. Как он говорил, человечество сможет дальше жить и развиваться, и, ну, организоваться, только если примет новые знания, которые фактически он в своих книгах изложил, на своих встречах с читателями и так далее. Лично я, так получилось, да, проникся, как сказать, словами Николая Левашова, его книгами, выступил с инициативой. То есть я такой же читатель, как и вы, только в свое время сказал, ну, вот, я готов заняться. На что Николай Викторович в свое время, в 2009 году, в октябре 2009 года, мне сказал, Дмитрий, вот и займитесь. И с тех пор мы организовали издательство, издание книг. На встречах с читателями самого Николая Викторовича уже смогли издать большинство книг. Я помню, больше 10 тиражей. Вот мы издали до 2012 года. Другие книги, публикации и так далее. И на встречах самого автора с читателями были не только скачанные книги из интернета, помните, как он говорил, да, в начале каждой встречи, да, а еще были типографские книги. Какие-то остатки остались у нас чуть-чуть до сих пор. Что-то уже давно закончилось, вот как сказали, с нам соколи, выпросила женщина, да. Ну вот, это просто у меня там есть несколько штук, которые вот хранятся. Ну вот, я думаю, найдете пищи для ума. Вот. На том основании, что мы в свое время были соратниками Николая Викторовича, да, мы чувствуем ответственность продолжать такие встречи, в интернете беседы, заниматься изданием книг. Но сегодня, к сожалению, семья, вы знаете, да, у нас посуду утрачено, нет прав издавать книги. Вот, поэтому книги кончаются, к сожалению. Вот. Но все равно будем заниматься, бороться, я надеюсь, со временем эта обстановка, эта ситуация изменится. Так, что, я тогда сейчас сажусь и приступим к нашей беседе. Сегодня мы вспоминаем Николая Викторовича Левашова. Я буду очень рад каким-то вопросам, потому как, ну, все-таки мы много чего знаем, колуарно беседовали с соратниками, да, вот нам со Светочкой посчастливилось. Мало того, что мы сами общались, Светочка еще в секретаре, тоже работала долгое время, но нам, когда мы занимались книгами, удалось пообщаться с настоящими друзьями и соратниками Николая Викторовича Левашова, ну, естественно, с родственниками. Поэтому, благодаря вот такому общению, особенно с Владимиром, да, родным братом старшим, вот, удалось много из семейного архива опубликовать книги, да, вот я принес книги, которые сам Николай Викторович создавал своими руками. Вот, неоднородная вселенная, последнее обращение, здесь есть дарственные надписи, я их несколько раз демонстрировал, да, ну, вот, но мне можно, наверное, будет еще один, да, вот. Светлане Дмитрию, это Владимир, да, нам дарился время, когда мы издавали книги, у нас был период, когда мы очень хорошо, публиктивно сотрудничали, вот, ну, потом кошка пробежала между нами, были какие-то там конфликты, ну, и так далее. Вот, в конце встречи можно все посмотреть, потрогать, мы сегодня еще поговорим о книге Семёна Ульяновича Ремезова. Кто помнит, сам Николай Викторович на одной из встреч с читателями летом 2011 года, 12 лет назад, представляете, да, демонстрировал книгу, вот, такую я еще, сегодня еще тоже продемонстрирую, оригинальная книга о прошлом, где карты есть, описание, и как строили, и какие земли были, и сам слог, сама речь, ну, и так далее. Это, в общем, важный документ. Вот, как я сказал в приветственном слове, да, вот, сообщение о встрече, да, что мы недавно получили права на издание этой книгой официально, вот, и готовим эту книгу к изданию большим тиражом. Что еще важно сегодня сказать? Я готовил тут много слов, но, вы знаете, я хотел в конце прочитать стихотворение Николая Викторовича, а что-то захотелось его вначале прочитать. Если не возражаете, давайте вспомним его стихи, призывы, его суть речи. Ну, потому что я люблю поесть, и стихи Николая Викторовича, они глубоко затрагивают всех нас. Проснитесь, русы! Проснитесь, русы и народы, ведь вместе били всех врагов и брали благо от природы, и вместе славили богов. Богами были наши предки, учили жить по совести они, свободу, честь ценили, высшей жизни, а рабству смерть готовы были предпочтим. Куда ушло величие наших предков? Откуда рабский дух в душе? Кто превратил народы в обновь и хочет в жертву принести? Враги пролили реки крови, пытаясь душу русскую убить. Лишили всех свободы, воли, заставив долю рабскую влачить. Чтоб каждый рус душою умер, чтоб свет очей потух исчез, чтоб стежно треснул и навеки сам русский дух с земли исчез. Тот самый дух, что в сказках был подмечен, тот самый дух, что в битвах побеждал, тот самый дух, что славой был отмечен, дела великие свершал. Но тьмой, охутанный надолго и погруженный в долгий сон, он выжил и уже проснулся. Не набирает силу он. Пускай проснулись только единицы, их завтра будут тысячи уже. И от границы до границы «Проснется русский дух во всей своей красе, и скинет сонные оковы, и сотворит великие дела, вернет свободу и другим народам, и возродится вся земля». Девятое июня 2011 года. 2011 года. Двенадцать лет назад. Там много других стихов, но может быть в конце, сейчас Володчик он еще в конце почитает. Вот, понимаете, мы уже 14 лет занимаемся популяризацией книг Николая Евгеньевича Левашова. Ну, и за 14 лет, естественно, сложились какие-то понимания, суть встреч, бесед и прочее, прочее, да? Понимание, что сам Николай Викторович говорил, к чему призывал, что излагал в своих книгах. И если вот коротко объединить, о чем вообще вот эти все слова, да? Многие в интернете там, кто вот впервые что-то узнает, но наш ролик комментирует, да? А кто такой Левашов? О чем вообще, да, речь? И как вот сказать вот коротко? Да это великий человек, да, современник. Да, ладно, там таких навалов и прочее, да? Но вот я сам задавался вопросом, о чем можно говорить вот в коротко, да? Ну, прежде всего, Николай Викторович обращал внимание современников, читателей, людей. По моему мнению, вы сами задумывайтесь, по моему мнению, прежде всего, чтобы люди, прежде всего, проснулись ментально. Проснулись – это значит начать мыслить. Чтобы они осознали, что происходит. Осознали какие-то социальные механизмы, вопросы. Осознали, что сегодня идет война на уничтожение русичей, потомков святой расы, погружение в глубочайшее невежество наших с вами, особенно юных современников, да? И эти механизмы, они настолько крепкие, настолько механизмы, ну, с глубокими корнями, и те нелюди, я по-другому их не могу назвать, да, которые, как бы сказать, льют воду на мельницу социальных паразитов, да, которые самоотверженно уничтожают знания, традиции, русскую речь и прочее. И Николай Викторович призывал всех, прежде всего, понять, что происходит. Встать на путь эволюционного развития. Потому как, помните, да, вот механизмы, вот эти фильмы про пирамидку белое-черное, да, невежественным человеком, особенно авторитетным мнением, очень легко манипулировать. Это самый главный ключ социальных паразитов. Нас всех погружает в глубокое невежество, до скотского состояния. Почему? Потому что деградировать очень легко. Вы понимаете, да, что много бомжей там на улице всяких разных, да, вот особенно в 90-е годы были, да, и так далее. Многие же из них, это же, ну, известен факт, имели образование, семьи и так далее, да. А потом, что, алкоголь, там, какие-то поступки, слабость, нерешительность, да, и так далее. Ну, я хочу вам сказать, сам механизм. Вы понимаете? Если деградировать, отступать, проявлять слабость, то мы внутренне меняемся. И мы становимся просто уже до уровня животного. Наша сущность разрушается. Хотя при рождении, может быть, имели большой потенциал. А нарабатывать эволюционное число очень трудно. Иногда многие воплощения, как мы сегодня с вами это понимаем, да, читатели, да, требуются для того, чтобы наработать какие-то достоинства, качества. И вот Николай Викторович даже в своих стихах, в своих книгах прекрасных пытается достучаться до современников, что если мы не начнем с вами отстаивать свое право быть разумными людьми, свое право быть, жить путем ведания развития, эволюционного просто познания, то не за горами наступят те времена, когда нас с вами просто не станет, мы вымрем, мы уничтожим. Потому что на сегодня 23-й год, да, идет там спецоперация, я много раз высказывал свое мнение, да, по этому счету, да, и так далее. Родину защищать важно. Как раз-таки и пробуждается для многих механизм в таких событиях. Но еще раз важно подчеркнуть, задача отстоять не только нашу землю и наш так называемый русский мир, но отстоять их знания, в том числе традиции наших предков. Николай Викторович всегда говорил, что он не самый умный и многого не знает и так далее, да. Но дело в том, что важно сказать сегодня, Николай Левашов это необычный человек и необычная сущность. Это одна из самых развитых сущностей, да, для некоторых. Это у меня вопрос присутствующий. Поднимите руку, кто вообще, буквально недавно, год-два начал изучать, новенькие, так называемые. Поднимите руку, кто новенький. Вот буквально, да. Ну, прилично, прилично. Вот мы очень рады именно таким, кто начинает себя читать, и поэтому мы будем рады вашим вопросам. Вообще все вопросы из зала, вы же понимаете, да, для нас самый интересный вопрос. Потому что, что, если видео посмотреть, встречи, встречи, я часто произношу, ну, похожие слова и прочее. Ну, вот сегодня день памяти. 11 июня 2012 года ушел из жизни вот выдающийся человек. Сегодня тоже немножко об этом поговорим. Я очень хорошо помню те времена. Мы находимся в гостиничный комплекс турист, а сам Николай Витриевич жил в этом районе, вот здесь буквально недалеко, несколько сот метров, и проводил свои встречи с читателями здесь, в Деколомочасском, вот здесь тоже рядышком, на улице сельскохозяйственное. Естественно, ботанический сад, метро и так далее. Ну, я вот почти три года приезжал тогда, я в Петербурге живу, да, из Петербурга, вот, иногда в месяц проходила одна или две встречи, ну, почти постоянно одна встреча с читателями в Москве была, и в зал могли прийти все желающие. Цена была за билет символическая, ну, там, за аренду, там, 300 рублей, кажется. И вот, кажется, на протяжении всего времени, там, 250-300, она так и была, ничего там не поднималась. Николай Витриевич всегда воодушевлял на встрече, знаете, наполнял, как будто заряжал энергией, ходишь, как воздушный шарик, да, такой надутый. Атмосфера на встрече была потрясающая, такая, дружная, хорошая, интересная, он отвечал на все вопросы, ну, многие же смотрят, да, видео встречи. Я вам всем советую время от времени просматривать встречи, находить время, я, конечно, понимаю, не у всех, но все равно, очень интересно. Я большой любитель особенно встреч, которые были до 10-го года, так скажем, особенно до ухода Светланы, то есть до осени 2010-го года, там он вообще вот, ну, потрясающие вещи рассказывал, глубина и прочее, воодушевлен был, что вот, ему удастся изменить мир и так далее, и так далее, и вот он заражал своей вот этой уверенностью, что русский дух проснется, пускай нас, ну, только единицы, и так далее, и так далее, он правда заряжал своей уверенностью. Прошло уже вот очень много времени, да, видите, уже прошло 11 лет с момента ухода Николая Викторовича Левашова, интерес к книгам не угас, это важно, потому что, ну, мы же видим все-таки большое количество читателей, мы реализовали большое количество книг, ну, там, под 175 тысяч тиражей, да, были, книг и так далее, но, к сожалению, не так, недостаточно для того, чтобы это все в обществе как срезонировало, к сожалению, люди чего-то ждут, чего-то боятся, многие знают про Левашов, потому что же там уже, ну, сотни тысяч людей в интернете просмотрят, смотрят всякие ролики, картинки и так далее, да, многие читатели же занимаются популяризацией, не только мы этим занимаемся, важно сказать, ну вот, но, аудиокниги, безусловно, особенно молодежи, да, пользуются популярностью, но, видите, я вот не могу сказать, что вот большая прям популярность знаний в обществе, видимо, тяжело пробуждаться, очень тяжело, видимо, какие-то вот такие механизмы должны случиться, чтобы народ немножко, как бы, очнулся. Ну, понимаем, да, что постепенно, постепенно и постепенно тучи и тучи сгущаются, пробуждению ирусов противостоит мощная система, и это не только, так скажем, земные, да, социальные паразиты, а и масштаба всей Вселенной, используются всякие разные, ну, вы знаете, да, что Николай Викторович в 1991 году уничтожил всякие разные генераторы, да, там их было 99 вначале, потом еще один, вот, и уже процесс пошел, но паразиты там умудряются другие механизмы использовать, да, в том числе и прививки всякие штуки, через спутник влияют, и так далее, да, так, но это наша встреча будет в другие времена, так что основная задача всех современников, по моему мнению, сегодня, просто начать задумываться и жить своим умом, не идти на мнение так называемых авторитетных там деятелей, читателей, каких-то там других, и так далее, даже, которые обзывают себя соратниками Николая Левашова, всегда жить своим умом, верить только самому себе, основываться только на своем мнении, потому что очень многие, особенно сегодня, политические деятели, там всякие разные блогеры с большим количеством подписчиков, ну, прям совсем такие ребята, да, они много чего рассказывают, особенно, вы знаете, да, мы недавно издали Велесову книгу в редакции Слатина, и Николай Викторович призывал, да, в редакции Слатина, где здесь нет, но там есть, а ведь редакции Велес в лесовой книге, да, вот знаете, дощечки там, то, что Миролюбов, да, и Зинбек, как называют их, Велесова книга, Влесова, там, так далее, да, и же редакции там, ну, я просто смотрел, больше сорока, на Украине там, ну, там же местность описывается, да, в тех местах же, и прочее, да, но история описывается больше 20 тысяч лет, по сути, да, а редакторы некоторые там, ну, шульмуют, и так далее, получается, истинный, ну, как сказать, смысл образный русский язык, да, они умудряются исковеркать, да, я как часто приводил, там есть выражение, да, если пришла тьма на такую-то землю, да, но русским людям должно быть понятно, что тьма это 10 тысяч, это считай, войско, да, пришло, а там говорят, вот, потемнело, там, ну, допустим, да, вот такие, ну, и прочее, очень много бессовестных людей, почему, потому что, я вам еще раз говорю, Николай Викторович писал в своих книгах, около тысячи лет, тысячи восемь лет, и уже спустя уже несколько, больше двадцати лет, был на нашей Митгорземле так называемый период ночи Сварова. Так, в двух словах свое мнение, своими словами выражу, да, чтобы понимали, особенно новички, кто будет смотреть на видео, надо понимать, да, наше Солнце, да, и как русичи называли, гирилла Солнца, да, и планетарная система, вот, Митгорземля, да, с другими планетами, да, вращается вокруг Солнца. И важно понимать, что само Солнце наше также вращается еще и в Галактике. А еще вот, надо понимать, что наша планета в космическом пространстве движется с колоссальной скоростью, просто с умопомрачительной какой-то огромной скоростью. А вот этот космос, который мы видим ночью, там, звезды и прочее, да, это не пустота, как выясняется, и как Николай Викторович сообщил, да, и ученые сегодня это уже осознают и официально признают, что в космическом пространстве существует 90% материи, которую мы своими органами чувств не видим, но она существует и влияет. Так вот, Николай Викторович еще в далеком 91-м году написал, вот, издал маленьким тиражом последнее обращение человечества, позднее раскрыл более глубокий смысл неоднородной вселенной, да, объяснил, что вот эта вот материя, пустота, она влияет на нас, на наши эмоции, на наш разум, на наше развитие, на наше поведение, и это и есть так называемая в какой-то степени магия, и социальные паразиты на земле отрицали существование этого всего, да, а сами этим всем пользовались. И как на некоторых встречах Николай Викторович рассказывал, да, мы думали, что, ну, тот же капитализм, социализм и прочие механизмы в обществе, да, были созданы волей народа, а на самом деле они использовали, ну, власть имущими, да, с помощью магии. Вот, и так далее. Поэтому, сегодня ночь свароба закончена. Сегодня наше пространство наполняется материями, которые отвечают как раз вот за наполнение так называемых ментальных тел. Для читателей это все понятно, механизм, да, в общем, по-простому, нам проще думать самим и что-то вот анализировать и развиваться. Но, еще недостаточно, как бы сказать, солнышко взошло, да, дня свароба, еще такой период впереди. Николай Викторович называл, что в природе существуют, так как говорится, педали газа и тормоза, образно говоря, как машины, да, которые либо ускоряют процесс цивилизации, либо замедляют, как ночь свароба, да, вот, благоприятные условия для развития разума или неблагоприятные. Но самое главное, сегодня всем мыслящим людям надо понимать, что, возможно, ночь свароба кончилась и день наступил и благоприятно будет использоваться. Но дело в том, что если Россию уничтожат, то наша планета не возродится, даже если день свароба будет и насыщенный будет, и все будут думать и так далее. Если знание предков, величие наших предков, история, древность, летописи наших предков, если наш народ, ну, Россию раздробят и уничтожат, то цивилизация на нашей земле будет низкого уровня, понимаете, если вообще будут существовать. Идет борьба за доминирование в обществе и на нашей всей планете, за доминирование той социальной системы, того мировоззрения, знаний, уровня знаний. И чем выше этот уровень будет существовать, тем выше вся наша цивилизация сможет развиться. Если цивилизация сможет впитать, принять знания Николая Левашова, эти книги будут массово популяризироваться, как сегодня религиозную, к примеру, литературу, то это будет очень высокий всплеск, понимаете, всей нашей цивилизации. Это не просто там какие-то слова красивые, понимаете, это факт. Я думаю, читателям это все понятно. А если вот будем как папуасы бегать с автоматами и друг конфликтовать, будет печальное зрелище. Но будем надеяться, что не произойдет в последний и самый нужный момент. Дело в том, что надо понимать, что от уровня знаний складываются и традиции, обычаи. не не хотел бы сейчас напоминать отношения в семье, поведение юных, особенно девушек, юных мальчиков, подростков и прочее, созревание. Это же имеет колоссальное значение, понимаете. это я вступительное слово говорил. Хотел еще напомнить насчет авторитетных мнений. Помните, Николыч рассказывал такие слова бабушка послушала Гайдара. Гайдар такой, говорит, умный, столько всего рассказал, я, говорит, нифига ни одного слова не поняла, и на этом основании вот мы будем сегодня Николыч вспоминать у нас, видите, его личные вещи, мне Владимир Викторович уважаемый старший брат представлен, поэтому его курточка я там нашел одну монетку один цент себе собрал на память кошель. Ну, я говорю, личные вещи, есть фотографии где он в этих двух курточках и так далее, но фотографии. Так что осознавайте сегодня глубину Гайдар такой, говорит, умный Гайдар, что ничего не поняла. И многие блогеры так же причесывают, причесывают, такие слова вроде бы говаривают красивый прекрасивый никто ничего не понял, но вроде как говорится сформировал мнение. У них принцип 80% даже правда говорят, а всего лишь там 20 лжи под нужным углом, и получается люди вроде ничего не понимают, но доверяются. Опять этот принцип, пирамидка белая, пирамидка черная. Я лично когда вижу, как мне лапшу на уши вешают, вот мне очень хочется докопаться до сути. И я стараюсь так же, и всем вам советую так же. Поэтому мы никакие не выдающиеся люди, просто так получилось, что были знакомы с Николаем чем продолжительное время занимались изданием его книг, популяризацией, поэтому вот и вас тоже пытаемся вдохновить, и наше всеобщество должно стать выйти на путь просветления знанием, то бишь ведания ра, как наши предки говорили, как вот выражение ваша светлость, ваше сиятельство и так далее. То есть элиты в нашей стране были просветленные люди. Ну, на мой взгляд, это красиво, просто и понятно каждому. А не как-то по-сектарски там вручить, да? Так, рука другу умоет, вы чистые и то самое и потом скажем. Ну, еще я что хочу сказать? Вспоминаем книгу «Последнее обращение к человечеству», да? Я часто навстречу это говорю и считаю, что это важно каждому понять. Вспоминаем «Потоки сердца, воли и разума», да? Вот такую вот, помните, иллюстрацию, кто читал «Последнее обращение», да? То есть, по сути, чело навек, но человек, да, наши предки считали, приобретает не каждый, кто родился, живет и прочее, да? живет, как-то кушает, спит, ну, а тот, кто смог свои инстинкты, функции организма, свои воли подавить. То есть, наработать некоторые качества, как Николай здесь излагал, наработать потоки сердца, воли и разума. То есть, наработать эфирное тело, астральное и ментальное. Эфирное тело отвечает за волю, активность человека, вы понимаете, астральное, это контроль своих эмоций, и ментальное, так называемое, тело, это мышление, интеллект, способность анализировать и так далее. И только наработка трех тел сущности является фундаментом личности, как он нарисовал в треугольничке, понимаете? Баланс вот этих всех тел сущности, по максимуму наработанный, и является фундамент личности. Тогда человек становится вот человеком. Если нарушать некоторый, вот, вы знаете, волевой, здоровый человек, неагрессивный, в меру наработанный и так далее, но не совсем соображающий, как Николаевич написал, если это великолепный раб, ему можно сказать, как в соседней нашей стране, он там враг, вот он москаль плохой, проклятый, его надо уничтожить. А зачем его надо уничтожить? Ну, он же пес поганый, вот тролли-малли. Или человек не может осознать, опять вспоминать, пирамидка черная-белая, да, и вот они озлобились буквально несколько десятилетий промывки мозгов. От себя могу так сказать, я в 2011 году был на Украине на нескольких книжных выставках, ну, вот в Киеве, допустим, ну, центральных, международных выставках были, и вот был, соответственно, тоже в Киеве, там много фотографий же есть, и так далее. Я помню, у нас книга была, кто знает, да, «Россия в крыльях зеркалах», но она сейчас экстремистская, напоминаю, да, я, кстати, вот принес вам, продемонстрировал в свое время маленькое отступление, да, книги, которые Николай Викторович, что это тоже в конце, да, он мне давал разрешение, здесь его рукой подпись, да, что издали книгу разрешаю, вот, откровение, документы, естественно, к ним приложены, да, вот, сборник статей, ну, и заграли возможности, потом мы издали возможности, раз мы тоже экстремистское напоминаем, это не распространение экстремистских материалов, я просто демонстрирую, что Николай Викторович нам давал право издавать книги, что мы с вами тут встречаемся, мне, вы понимаете, встречу у вас, ну, бесплатно, за вход мы ничего не берем, вы знаете, да, вот, ну, и, естественно, мне нужно только одно, чтобы вы читали книги, и, на мой взгляд, это наша задача всех современников, и вот, книга России тоже, издание книги разрешает, ну, вот, это никому не отдают, просто показывают, что мы так и есть, и вот, тогда, на Украине эти книги можно было распространять, и так далее, да, мы туда их отправили, и я одному образованному, вроде, на мой взгляд, человеку, седой такой, он там, вроде какой-то академик, а это самое первое издание, кто помнит, да, книжки, помните, в 97-м году, это терем, он писал в автобиографии, это я просто показывал, вот, я ему рассказывал, вот, наше прошлое с вами, вот, изменили, и так далее, вот, социальные паразиты, и этот молодой человек, с такой инициативой, совершенно верно, вот, не молодой, уже взрослый человек, он мне говорит, молодой человек, совершенно верно, нашу историю, там, так далее, проклятые москали, так испоганили, вот, столько там, всего доказательств, окажется, вот, мы укры, и так далее, мне челюсть отвисла, я же не ожидал такого, я только приехал, первый день открытия, общаюсь, и так далее, вы знаете, настолько это все проработано, я тогда был удивлен, ну, как так, ты же, вроде мужика, мы все родом из Советского Союза, и прочее, прочее, ну, вот, какие-то механизмы, такие были заложены, такое глубоко, я считаю, наша власть, ну, очевидно, уже, да, сегодня, недооценила, вот, эти глубины, масштабы, насколько это все было обработано, причем, украинцы, они такие люди, коммуникабельные, активные, даже вот соратники, Николай Левашов, там же много было, я был и в Донецке же, ну, во многих городах мы ездили, у меня тогда в Мерседес, был микроавтобус, ну, там, и со многими, так скажем, катались, смотрели, по многим городам, прекрасные ребята, так хорошо въезжали в материал, там много дарилых людей, пробуждались какие-то, ну, способности, да, и целить, к целительству, и прочее, прочее, ну, очень много хороших ребят, вы понимаете, оторвали, перемогнители, и прочее, прочее. Ну, вот от себя могу сказать, что я родом с Дона, да, все-таки на Дону родился, уже более 20 лет профессионально аналогичным образом промывают мозги на Дону казачеству. Наша власть, наверное, тоже думает, как бы там свое место сберечь и так далее, заместо того, чтобы как-то реагировать. Я сам лично видел тех же людей, кто активно принимали участие в Украине, мозги людям промывали, и они тут же оказались казаками, характерниками, тролливали, теле-теле, и так же вот москаляк, еще Шолохов писал, что мы казаки от казаков род ведут, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и вот дети моих одноклассников, особенно молодежь, так быстро на это все включается, вы знаете, как будто вот, какая-то вкусная, сладкая конфетка, быть вот каким-то националистом. Это глупость самая настоящая, но это же оружие, поэтому к большому сожалению, что могу сказать, никто этим не занимается, такое ощущение, что вот этого не существует, то ли на самом деле там у нас все какие-то провокаторы, и только и ждут, когда это все происходит, поэтому помните, Николай Ильич рассказывал, что вот эти вот танки, пушки, пулеметы, оружие, войско на войско, это уже завершающая фаза, фактически, все остальные, основные процессы происходят вот на уровне магии, прочее, прочее. Я вот даже готовился к встрече, вчера много роликов смотрел, где Николай Ильич рассказывал, я вам тоже советую пересматривать, что это такое, где он также говорил, что, я помню, вот это был осень 11-го года, ну там, за полгода-дву года, он говорил, что пока еще ничего не взрывается, да, не стреляют пушки и так далее, и он еще три раза повторил, это еще, говорит, пока, но это наступит, если мы с вами не будем действовать, он пытался достучаться до каждого, да, нам повезло, в зале, когда ты находишься, это такой заряд мощности, снимали блокировки, и так далее, и так далее, да, это все он умел, и так далее, ну, как он много раз говорил, Светлана в книгах писала, да, можно коня подвезти к водопою, известная мысль-модель, да, но заставить его пить невозможно, можно дать людям знания, рассказать их правдивую историю, великое прошлое, вот у нас есть уже даже документы, мы как бы стараемся в этом направлении действовать, да, но заставить человека этим по-настоящему интересоваться, и осознавать, что это наши корни, это самое главное, наше мировоззрение, наши традиции, наша история, что это самое главное, ну, это невозможно, как вот молодого человека убедить, что это важно, и вот тоже кто-то там в комментариях, да, в ютубе, или где-то присылал, да, он говорит, а как же можно, а, на ключах вопрос будет не задан, да, сколько раз надо заставить человека книжку прочитать, чтобы он все понял, Николаев все отвечал, ну, поймет, или проснется, или срезонирует с внутренним миром, с осознанием, с важностью, только тот, кто, кажется, поспел, понимаете, невозможно, у меня очень много знакомых, особенно, ну, давно жил, уже много чего видел, знал, ну, вот, и я могу сказать, что все прошлые знакомые, друзья, товарищи, ну, до сих пор, меня многие считают, опасным элементом, сектантом, и прочее, и прочее, потому что эти книжки, водку не пьет, поговорить с ним не о чем, и так далее, да, что-то он так все по-своему, не как все по телевизору, и в общественном фоне, все по-своему, как-то говорит, и все противоположно, и все по-своему, тем не менее, тем не менее, процесс идет, 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 ну, вот так вот, поэтому, наши книги, прежде всего, для тех, кто уже немножко шевелится, и более-менее проснулся, на руку, протянется, приятно, так, к концу встречи, полный завод. Проходите сюда вперед, вот сюда садитесь, вон там сумочки есть, вот как раз два места для вас. Поэтому, наши книги, наши издания, которые здесь представлены, не нашего издательства, а издания, прежде всего, для тех, кто умеет думать, для кого эти книги, являются пищей для ума, они приносят пользу, они формируют, ну, как бы сказать, определенным образом, ментальные, да, и потом уже, вот вы формируетесь внутри, как бы сказать, из тонких материй, да, это все у вас создается, и человек, это, соответственно, не только туловище, да, вот у меня оно совсем такое, в сеансы смотришь, Николай Викторович, и каждый раз, что-то прибавляется, и прибавляется, и прибавляется, так что, ну, еще сидячую жизнь, кто на машине куда-то ездит, что, читаешь много, так далее, надо заниматься, собственно, этим летом, ну, вот так вот, поэтому, я всем советую, приобретайте книги, может быть, там летом будете читать, кому-то на прозапас, да, пока еще имеется такая возможность, мы для вас стараемся, и привозим, и приносим, и так далее, и так далее, потому что, это, безусловно, очень ценные книги, не только самого Николая Викторовича Левашова, да, то, что вот здесь создаем, и так далее, да, и Николая, и Дроздова, Ивана Владимировича так посчастлилась, я в Петербурге жил, с ним познакомился, там, да, ну, знакомый с его семьей, кстати, недавно скажу, 26 мая, у него внук родился, право, право, Михаил Петрович, Дроздов, ну, не Дроздов, а Дроздов, естественно, да, ну, не важно, ну, вот, Дрозд продолжается, и хорошо, мы очень признательны семье, у дочки Светлане, да, вот так он написал, окупаться, последнего Ивана, кто знает, да, Светлана Ивановна, она к нам хорошо относится, нам сейчас фактически предоставили возможности реализации книг заниматься, я надеюсь, мы соберем финансово скоро и последнего Ивана переиздадим, потому что тираж заканчивается, да, ну и дальше будем популяризировать книги, вы понимаете, да, Дроздов, Иван Владимирович, это уникальный человек, который, ну, и стоял у истоков трезвеннического движения в России, да, Углов, Дроздов, Шичко, вот здесь тоже можно книги Шичко приобрести, вот, Жарникова Светлана Васильевна, да, кто знает, да, исследователь санскрита, вот, традиции, всяких узоров, и так далее, экране нашего севера, важные, да, вот, в двух словах, что могу сказать, про книгу Семена Ивановича Ремезова, служебная, чертежная, ну, это большая, да, вот, я вот, знаете, что, у которого всякая встреча, да, у меня вот есть, такой вот, ну, это, как бы сказать, из книги, ну, листик маленький, да, мы когда вот читали книги Николая Ивановича, и он говорил про прошлое, тартарию, первая энциклопедия британская, да, и так далее, но мне хотелось хоть где-то найти, хоть какой-то, вот, кроме как, несколько карт, тогда же, до того, как Николая Ивановича, вы помните, может быть, да, нигде информации-то не было, я, то, что леттоисчисления на Руси было, да, там, 7531 лета, этого не было нигде, ну, вот, а тогда, когда Николай Иванович массово на своих встречах, и в своих книгах это уже говорил, ну, уже, как бы, паразиты поняли, что тут вскрывали, ну, это правда, и сейчас больше и больше и всплывает, и насчет леттоисчислений, и насчет тартарии, и так далее, и так далее, и мне вот тогда хотелось найти, и я вот, благодаря одному прекрасному человеку, девушке, которая за городицы жила, у нас книжки покупала, помогала, поддерживала, вот, она мне помогла, вот, где-то на аукционе, за какие-то небольшие денежки, если бы въехал, вот, купить, я тогда был горд, что, вот, у меня есть оригинал, такой еще листик старинный, из какой-то книги, там, и вот здесь карта тартарии, тут на каком-то языке написано, на немецком, тартария, ну, это оригинальный, понимаете, там, где-то был куплен, там, даже документ какой-то давали, и прочее, прочее, у меня это все на доске, у меня такое, висило, но, вы знаете, мне хотелось еще больше что-то найти, еще больше, и больше, и вот, кто помнит, да, Николай Иксович рассказывал, про, книгу Ремезова, да, вот он демонстрировал, вот, такую книгу, Семену Ильяновичу Ремезову, в июле 2011 года, вы помните, да, вот, и он еще рассказывал, помните, там, даже ребята-соратники фильм такой сделали, да, там, что там, Тобольск с кругами, да, был, вы помните, да, вот это все есть, естественно, он еще тогда сказал Черемезовская летопись, думаю, что с Черемезовской, ну, Ремезовская летопись, все понятно, да, ну, вот, естественно, мне вот очень хотелось, тогда помню, когда Николай еще не стал, вещи, вот мы все там переживали, вот помните, да, такие вещи, вот эта книга, где там стройка, вот оружие, Пушкин листал, и мне всегда хотелось узнать что-то про эту книгу, ну, в интернете же ничего было не найти тогда, его и не было, и долгое время не было, вот это, да, ну, кто знает, видите, мы уже с прошлого года, с осени, с моей женой Светланой занимались исследованием, нашли эту книгу, поняли, как она называется, вот, я просто в двух словах показывал, да, что Семен Ульянович Ремезов, встречаясь с Петром Первым, молодым, до 1700 года, сделал две работы, вот эту, в 1701 году он направил из Сибири ну, царю Петру, так скажем, да, по его несколько лет работа заняла, ну, то есть у меня мое исследование, что он получил приказ от настоящего Петра исследовать то, что там, ну и естественно окружение самого Петра, естественно, там у него тоже была администрация, как говорится, президента, да, в той ремне, ну, царя, тогда еще аббератором не был, Петр, такой, да, ну, вот, и вот эту первую работу, кто знает, да, она тоже огромная, вот, по значимости, тоже про Тартарию, и так далее, да, ну, чуть-то такое вам открою, да, смотрите, какие красивые тут, где тут у нас, все, так вы не точно разберете, ну, покажу, да, это факсимильное издание, ведь они, такие листы и были, в конце встречи, милости просим, каждый может подойти и посмотреть, и в интернете эта книга была, мы все знали, кто интересовался, да, вот, это вот описание к этой книге на русском языке, все, что здесь нарисовано, написано, и так далее, ну, оказывается, есть еще не только чертежная, а еще и служебная книга для служебного пользования, я рассказывал, да, еще раз повторю, началось все с такого, найти документ, а вот пришло к такому, естественно, после того, как Семен Ульянович Ремезов создал эту работу, нужно было более детально сделать, вот, и мне теперь известно, что некий чиновник предоставил специальную бумагу, которая была, кажется, в Голландии создана, на европейском, с водяными знаками, и так далее, и так далее, и все финансировалось, насколько мне известно, нужно было создать, ну, после 1701 года, от Рождества Христова, да, 7209, так можно сказать, да, или от сотворения мира в Звездном Храме, вот, нужно было еще углубить, ширить и так далее, и вот, Семен Ульянович приступил к такой работе, он, и уже он был приклонным возраста, его сыновья, и вот здесь уже много-много очень важной информации, здесь текста много, описания, фамилии различные, названия населенных пунктов, рек, городов, вот, как я выкладывал вот в интернете, да, Тобольск, царствующий град, здесь так и написано, Великая Китайская Стена была границей государства еще 300 лет назад, и там написано Московские ворота, представляете, и там написано Стена Китайского государства, это документы, никакой Монголии нету, никакого Казахстана нету, там написано Казачьи земли, казачьи, не казахстанские, и прочее, прочее, вы знаете, это и книга, и документ, и она не зря долгое время была, ну, это, в общем-то, вот, эту книгу мы откопали, и вот эти крестики, помните, Николай Ильич показывал, да, что, ну, такие равнозначные, это, ну, честно говоря, я сейчас занимаюсь этим делом, я пока помалкивал, да, вот есть описание на русский язык, кто эти книги издал, это издал господин Елфимов, он возглавляет фонд возрождения Тобольска, Тобольска, вот это написано, да, общественно-благотворительный фонд возрождения Тобольска, в 2006 году было издано очень маленькое количество, там было подарочных экземпляров, кажется, 50 штук, ну, они более дорогого, там, кожаного, это кожзарба, там был кожан, вот у Николая Викторовича было очень дорогое знание, 50 штук все было, вот, а тираж вот этих книг, он чуть-чуть побольше, ну, у некоторых там было 200, а у некоторых тысяча было, вот, Аркадий Григорьевич Елфимов, председатель президиума фонда, вот, ну, естественно, эти книги разошлись только по библиотекам, и то не по каждым, естественно, по спецбиблиотекам, и некоторым большим чиновникам, потому что Николай Викторович уже много лет рассказывал, да, и просачивал же информацию, и прочее, прочее, так, что, вот то, что Николай Викторович показывал, мы издали, так скажем, маленьким частным тиражом, это тоже факсимильное издание, фактически, это не книга, это не тираж, это я просто распечатал для тех, кто интересуется, вот эта книга, и вот все, что здесь, в этой книге есть, страница в страницу, точная копия, все здесь имеется, понимаете, да, более того, я выложил вчера в интернет, как обещал, на прошлых встречах, да, оригинал, видим своими глазами, что? А, что там, пустые страницы, это что? Пустые, нету пустых, это надпись, ну, лист такой-то, и дальше идет, вот, нету тут пустых, это просто так написано, вот этот лист, а на обратной стороне этого листа, прежде всего, это вот такие вот, ну, большие листы, такой, как бы, плотной бумаги, хрустящей, я выложил видео, оригинально, оригинально, фотографии я несколько выкладывал, да, а это я прямо на телефон записал, у меня был юбилей, 50 лет, и мне сделали подарок, ну, я говорю, дайте мне посмотреть, ну, помните, когда в свое время, Михаил Задорнов, да, царство небесное, как говорится, в таких случаях, да, и он, вот эта летопись, там, да, как это называется, когда он фильм про Рюмника снимал, я помню, он белых перчаток, там, хранители, там, вот это вот все, ну, в общем, я познакомился с теми же самыми людьми, с теми же самыми, мне дали без перчаток, прям в читальный зал ее принесли, вот такая бабка большая, на, читай, я пешим, потому что, ну, я правда предполагал, что это так серьезно, такой важный документ, ну, вот так, и, естественно, пол годика всего лишь прошло, и вот, недавно я своими глазами ее посмотрел, полистал, очень много интересного для себя узнал от оригинала, вот, и официально заключил договор, библиотека, мне дали цифровые материалы, и так далее, там, двигаемся, конечно, а что, нет, для меня гордость, ну, он Николайович завещал развиваться, делать что-то такое, не просто читать и разговаривать, а делать, я считаю, вот эта книга огромного значения имеет для культуры русов, для традиций и так далее, и так далее. Сегодня проводится важная работа по переводу вот этого текста, который здесь написан, вот, почерком Семена Ульяновича Рейдинова. Вот, я еще тогда не договорил, да, что эту книгу, вот этот, господин Миллер, вы помните, что Петр, ну, император уже, Петр Великий, так называемый, он издал указ собрать все книги по всей, ну, там, особенно за Уралом, это самое, якобы, копии снять, а потом ни копии, ни книг не было. Так вот, Семен Ульянович Реймизов это все прочухал, и фактом является то, что он эту книгу, роману, он не отдал. И только через 12 лет после его ухода из жизни, вот этот Миллер поехал на 10 лет в Сибирь, ну, там, у Миски и всего такого, у него такой хитрый маршрут там был, он после этого маршрута еще книгу написал исследование Сибирского царства, то есть, тогда уже не Россия называлась, Сибирское царство, которое они только ознакомились с ним, и вот этот документ уговорили доброго человека создать, и он его не отдал. И только через 12 лет Миллер это где-то, ну, то ли выкупил, то ли нашел, то ли выгреб, то ли отобрал, неизвестно, вот, существуют слухи, пока неизвестно. И вот, эти документы попали в Эрмитаж. Я точно знаю, что есть указ, письменный документ, Екатерина Великая издала бумажку сброшировать это дело, и при ней это было сброшировано, до этого просто листами было. Вот, естественно, вот этот Муравьев Амурский, знаете, который был с Китаем договором заключать мирный по границе по Уралу, он с этим документом был знаком, естественно, да, и, как я понимаю, он видел, что граница была по Великую Китайскую стену, да, вот Николай еще как бы нам рассказывал, что он не знал, да, видимо, он знал, потому что документ уже был в Москве, существовал. Но дело в том, что по Амуру тогда очень много людей, наши, русичи, и так далее, жило на Амуре, и надо было там торговать, двигаться, судоходность была, и так далее, и очень важно было хотя бы Амур захватить. Вот они там так и договорились. Ну, это я сейчас погружаюсь, все это изучаю, это очень интересно, это прям настолько важные вещи. Вот, ну, здесь, короче, очень, подойдите, посмотрите, книгу 107500, можете купить. Это даже просто напечаток на мелованной бумаге, 174 листа, это, ну, или страницы, а, страница 344. 344 страницы, книга, весит она полтора килограмма. Вот, пожалуйста, а в свое время, когда вот, ну, все сложится, и мы переведем, и так далее, и так далее, я надеюсь, будет большая книга, в хорошем, ну, стеснении, в кожном переплете, и прочее, прочее, вот, и уже там будет вся ценная информация, я все, что накопаю, как издатель от себя, тоже это все дело, напишу, нарисую, уже приступаем к этой работе, вот, ну, еще раз говорю, конечно, бюджет, ну, 5, 7, 10 миллионов, скорее всего, ну, я так ориентируюсь, чтобы не вылезти за 7, 5 тысяч экземпляров, у меня по договору, это все есть, на мой взгляд, это важно, но сегодняшнее, вот, то, что я вот это сделал, я вижу, спрос есть, слава богу, у меня душу греет, и больше половины книг уходит за Урал, за Урал, за Урал, люди читают, да, то, что правда, да, поэтому, кто в интернете посмотрит, ну, поддержите, хотя бы рекламу, там, блогеры, все, и так далее, а то как-то странно, все только в одни ворота, мы же делаем это, не только денег заработать, какие деньги, я, извините, 15-й год занимаюсь книгами, у меня нет ничего, кто видел мою машину, на которую я приехал, ей 41-й год, машину, но она еще живая, живая, какие деньги, тут только вот и крутишься, вот это вот, деньги, там слухи распространены, ну, надо же, вот, как это, авторитетное мнение, Гайдар такой умный, и сколько сказал, я ничего не понял, да, ну, Митроков столько денег заработал, на книгу, столько там продал, ну, вы что, не понимаете, две квартиры в Питере, в Москве, там, везде, труды, суды, да, ну, это все неправо, потому что, ну, вот, занимаясь книгами, и так далее, ну, если просто сидеть дома, и по почте книжки расправлять, безусловно, еще свои деньги на себя не тратить, да, безусловно, а если, вот, я говорю, проводить выставки, мотаться, вот это исследовать, другие вещи, поехать, как бы, в Словакию, да, с Робертом Гинсбургом познакомиться, поговорить, да, Света два раза в Англию ездила, там, поехать к другим людям, туда мы, сюда мы, на слет трезвое движение, на слет к Сергею казачьим, там, и так далее, и вот это вот все, и везде книги с собой брать, и прочее, прочее, ты книжки продал, и тут же, как бы, все, что продал, уже потратил, и так далее, а на новый тираж надо собирать, опять дал мне кредит, кто-то тебе там поможет, долг дасит, и вот она же вот так, вот 15-й год и идет, но от этого ей, с другими издательствами, я вам так скажу, особенно детскую, и вот эту вот литературу, пятая колонна, откровенно спонсирует, этими всякими фондами, там, и прочими, пакостными словами, да, и вот, кто-то что-то реализовал, ну, это уже никто не просит, наоборот, чем больше было, тем лучше, а мы-то из последних сил, трудимся, трудимся, ну, что, важная литература, документы, ну, ну, по-взрослому, по-человечному, и официальным путем, никаких там, шаромыжников, там, и так далее, а раньше-то книжки, кстати, я вам принес показать, помните, на пружинках, кто-то, вот, вот, мы печатали, и продавали там, по 100 рублей, между прочим, в то время, в 2009 году, на принтерах, распечатки, вот, ну, до этого, до секрет, ряд было, а потом мы создали, уже, вон, достойное качество, ну, Николай, еще есть фотографии, помните, вот он держит наши книги, очень много про меня говорили, что вот мы издатели, и так далее, и это факт, так, что еще, вот, про книги говорят, да, вот у меня есть, с подписью, самого родного брата Владимира, одну книгу подарил, неоднородная вселенная, так же, с подписью, да, вот то, что сам Николай Викторович, делал своими руками, есть такая книга, и, имею честь сообщить, мне тут, ну, в общем, большие люди, подарили то, что им Николай Викторович в свое время дарил, сущности разума, это мне на юбилей сделать, скорее, ты достойный, пусть у тебя будут, этого вторая, да, и первая, первый том, вот так Николай Викторович вкладывал свою душу в эти книги, суперобложка, это первая, суперобложка, так, я считаю, важно, чтобы параллельно, ну, у нас нет сейчас прав на издание книг, да, но кто захочет, я готов в ближайшее время заняться, сделать факсимильное издание еще и книг самого Николая Викторовича, тютелька в тютельку, картинка в картинке, никакой обработки, просто отсканировать на такой же хорошей бумаге, в таком же размере, полностью издать, почему это сделать надо, потому что время пройдет, вот люди говорят, в интернетах там, да, поделать можно и прочее, прочее, вот у меня есть книги, которые сам Николай Викторович сделал, это алюмия, да, стопроцентно подтверждение, что книги настоящие, никто их не поделал, да, вот, и так как их невозможно просто так, вот на пружинке сделать, вот так, из уважения к автору, да, вот, я хочу сделать так же, твердым, прошитый, и так далее, вот он делал по 25 штук, ну, эти я делал, да, ну, я думаю, вот примерно так и надо, поэтому, цена их будет, естественно, отнести до, скольки-то тысяч, потому что, ну, невозможно их сделать, так же, в суперобложке, вот, все, копия, прям, почти будет не отличитель, только что, по-современному, тем более, у меня же, как у издателя, есть же, для суперобложки, оригинальные, вот это, в интернете, там не получится, такой качество, там и есть, и вот, обратите внимание, видите, у него тут немножко красненьким, а уже, когда мы издавали, было сильненьким, ну, неважно, ну, вот, и вот, пожалуйста, будет такие вещи, конечно, чуть-чуть будет денег стоить, но, как-то же надо, все-таки, это, нам тоже чуть-чуть зарабатывать, потому что, мы сколько лет, дешево-придешево, книжки левошон продавали, мы же тоже, шевелимся, ездим в Питер, там подписи получить, туда-сюда, постоянно, как совраска, катаешься, да, вон, последнее обращение, да, это же, ну, книга, ого, какая большая, сколько у него здесь страниц, написано, у него здесь 638 страниц, ну, что это, 638 страниц, вот, с посредством, с описаниями, так далее, но, вот, эта книга, то, ого, это, кстати, не 1994 года, а, эта книга, когда он сделал дополнительный тираж, сейчас скажу, точно, ну, как бы, 2000 год, Сан-Франциско, вот, у меня, 2000 год, это та самая, он в автобиографии описывал, вот, кто хочет, пожалуйста, обращайтесь, вот, есть и телефон, и почта, вот, буклетики наши, да, мы всем это распространяем, телефоны, вот, то финансово поддержать, к нашему рабочему телефону, моя карточка с биргалкой привязана, минус и просит, потому что расходов полным-полно, сегодня 1000 рублей прислал, какой-то там, человек, вчера 5, я знаю, кто прислал, ну, как говорится, дай бог здоровья, таким людям, и это приятно, это правда, и там прям пишут, на поддержку хороших книг, или еще что-то, очень благодарины таким людям, потому что мы шевелимся, объявил, кто захочет, пишите, предзаказы, если что-то, буду рад, по 25 каждого сделайте, вот у нас такого наличия будет, если получится, мне там, ну, дешевле 10-12, вряд ли будет стоить, потому что там, брашировка только стоит, существенных денег, вот, плюс печать, плюс суперобложка, ну, там 15-17, я ориентируюсь, но зато у вас будет документ, 100% настоящий, важный, я считаю, мы же книжные люди, книжные люди, вот, а что касается издания, тиражей больших книг Николая Левашова, это все зависит от родственников, Валентина Петровна откажется с нами общаться, в этом году я был в Минводах, хотел с Марин пообщаться, Марин тоже откажется с нами общаться, ну, говорят, там, другие люди, вроде бы, получили права на издание книг, хотя, документов я не видел, не знаю, и так далее, будет, ничего не будет, живем, увидим, говорят, есть, но по факту я не видел, кто-нибудь видел последнее обращение, которое в Питере было? Никто не видел, никто не знает, ну, я не знаю, никто не видел, я даже, анонсировали люди, что вот, приходите на выставку, купите, ну, я послан оттуда друзей, знакомых, поди мне купи, ну, я ничего не наговариваю, это факт, знаете, что мне сказали на стенде, который они рекламируют, он говорит, а у нас такой книги нет, мы вообще не видели никогда, а люди написали, что приходите, купите, не информация о тираже, не информация, сколько штук, просто фотография, якобы, приходите, вот, издана, книжка и так далее, тому подобное, да, вот, культурный центр, ну, опять, одна, сейчас же времена, этого самого, искусственного интеллекта, блогера и так далее, то есть, картинка есть в интернете, значит, и тираж есть, покажите мне, где, факт и прямая вещь, где книжки, вот, наши книжки есть, 7 тысяч, один тираж, 5 тысяч, другой, вот, последнее обращение, 5 тысяч, второй тираж, откровение, сначала 7 тысяч было, 2 тома, помните, да, вот, таком варианте, откровение, да, извините, вот так вот, книжка мы относимся, к ценному, ну, вот, двухтомник был, да, вот, потом была толстая книга, и сейчас переиздали толстые, есть книга, да, вот они, тиражи книги, любой желающий, по почте заказать можно, там, да, метраков.рф интернет-магазин, пожалуйста, а там только фотографии, где книга, ну, кто знает, ну, покажите мне, пришлите, дайте посмотреть, потрогайте, я еще всем покажу, какого она качества, но, так как, верстка оригинальной книги, есть только у нас, ну, Дмитрий Байк до своего времени, с интернета невозможно издать книгу, обложка будет ужасная, страшная, ну, примерно вот такая, как это, ну, это разве отношение к Николаю, и почему, ну, так вот. Так, я, наверное, давайте буду закругляться, а то у нас уже, видите, мы долго говорим, да, я могу долго разговаривать, но, может, у кого-то какие-то вопросы есть,